итак приветствую вас дорогие интернет зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить гран туризма 3 аспек прошлой серии мы с вами затестили такой классный аппарат fto прошли на ней два чемпионата переднеприводных ну и если помните в прошлой серии мы с вами помыли таки нашу мазду мяту и поставили ее на сохранность в гараж но как раз таки в этой серии она нам вновь пригодится потому как мы воспользуемся ее услугами по прохождению чемпионата японского уже вот в лиге средне специальной скажем так чемпионат этот вот восьмидесятых годов спортивных машин вот ну и сейчас посмотрим тут восемь тысяч уже дают за первое место ну отлично сейчас почему я решил в этот чемпионат пойти здесь должны дать очень очень неплохую машину я даже сказал очень хорошую тачку которая ну я думаю прослужит нам верой и правдой достаточно длительное время вот принципе ее дают только лишь одну и осечек не должно быть осечка может быть только в том что мы не сразу выиграем но надеюсь что этого тоже не будет кстати посмотрим как мы на фоне соперников ну вроде бы со старта вровень уходим нормально вот и так что практически со стопроцентной вероятностью мы возьмем эту тачку здесь дают пока говорить не буду чё за машина вот пусть будет сюрпризом конце увидите вот ну и сейчас пока вот бьемся за нее вот видите как обычно кто-то у нас вперед ускакал как мы там прорывались в середине пелетона тоже это может быть такой раз догоним проверим а есть тут у меня одна догадочка кто это это будет удивительно да точно по моему это трое но чё себе вот это парень дает ха действительно неожиданно прям так уверенно лупит но это не тот трое на по моему которую нам давали там в первом по моему чемпионате мы с вами зарабатывали троинчик этот такой посерьезней прям такая уже практически гоночная версия его ничего тоже не лыком шитые тоже кое-что моем да кстати хочу с вами поделиться радостной вестью в общем-то я этого ждал вот практически уже два месяца и наконец таки ко мне на этой неделе пришли монтеры все-таки провели интернет мне теперь я ребятки сижу на оптоволокне правда не обошлось тоже без без заминок короче в итоге мне этот интернет делали ну не два дня но практически два дня то есть не двое суток а на второй день только сделали пришли вечером одного дня и вторник по моему они пришли вторник не смогли сделать в среду доделывали в общем прошлую серию я уже загружал с оптики просто то что я ее записывал ну в тот момент когда они еще ничего не делали поэтому в той серии я естественно еще не мог ничего сказать вот но сейчас как бы блин но это четко у меня прошлая серия как раз получилось длинной практически самой длинной из всех серий прохождения гран туризма 3 и она загрузилась в разы быстрее обычно у меня 2 гиговая серия грузилась часов 8 9 где-то вот так а тут она у меня меньше чем за три часа только и залилась это это при том что я как бы даже на тариф сел на тот на который я хотел то есть изначально я хотел себе скорость побольше взять но там по деньгам короче не вытянул вот сейчас у меня скорость максимальная также осталось на уровне 4 мегабита вот но зато у меня теперь и исходящая скорость равна входящей в общем не знаю может конечно тем кто на оптике сидят уже давно сейчас смешно и даже такую цифру до слышать 4 мегабита и то что я тут сейчас рассказываю то что исходящая скорость такая же как и входящая и то что сейчас во время загрузки на youtube видосов я не страдаю от того что у меня и входящая скорость абсолютно просела но потому что на меди когда сидишь если ты какое-то действие делаешь в интернете то соответственно входящая скорость у тебя тоже падает и канал забивается абсолютно а сейчас нет сейчас у меня если я заливаю видос на youtube то входящая скорость у меня абсолютно от этого не зависит и я также могу там смотреть фильм или что-то скачивать в общем блин чувствую себя просто белым человеком цивилизация дошла вот и ко мне короче вот так что теперь все быстрее заливаться прям настроение даже как-то совсем другое предстоит заливать серию раньше морока была то есть сразу мрачные мысли что вот сейчас на несколько часов у меня просто не будет интернета сейчас же все по-другому так ладно вот мы закончили серию окажется 2 было тренчка так он вторым и финишировал но принципе выиграть удалось довольно таки просто хотя опять же таки третья гонка скорее всего будет немного сложнее так и тут у нас клабман не клабман спешил стейч р 5 и последняя гонка у нас априкат хилл в обраточку кстати говоря вот ну спешил стейч думаю тоже наверное проблем особых не должно возникнуть опять есть спринтер вот кстати джойстик у меня сейчас на ps2 который я не помню говорил я уже или нет он не родной он от стороннего производителя немножко по размерам больше у него чувствительность аналогов хуже но может и всех кнопок так как я сейчас на аналоге езжу аналог у него однозначно чувствительность хуже чем на оригинальных джойстиках и поэтому на старте вот сколько я уже пытаюсь как бы без букса стартануть но тут получается как ход у аналога ну гораздо больше чем обычных кнопок но все равно вот чувствительность у него только-только вот на самом начале есть то есть вот у него не знаю процентов наверно 20 хода это там где еще чувствительность есть все что дальше аналог если нажимать там уже он ровно на сто процентов работает чуть передавил и все у тебя машина сразу стопроцентный газ уходит я часа кнопки газа точнее его об аналоге поэтому стартовать довольно сложно держать какие-то обороты тоже нужно вот это вот ловить этот момент поэтому отсюда собственно говоря и некие проблемы в медленных поворотах то есть например на ps3 у меня проблем вообще с этим практически не возникает там аналоги вообще и по сравнению даже с оригинальными аналогами 2 сонки гораздо чувствительнее вот и ну сами джойстики классные поэтому там проще с этим старте и как-то дозировать газ буквально там где надо на выходе из медленных поворотов чуть-чуть даешь немного где-то там 50 процентов газа соответственно на 50 процентов примерно аналог нажимаешь и тебя слушается он послушный здесь же к сожалению не так оригинальный джойстик у меня есть вот 2 сонки но у него не работают не несколько кнопок там то есть принципе его можно подключить и там кнопки не работают те которые в общем то практически не нужны без них как бы можно но например вид назад тоже иногда очень хочется посмотреть да особенно там при обгонах или когда тебя плотно кто-то преследует там как раз таки вот шифты не работают поэтому тоже некий дискомфорт будет от этого ну непосредственно даже прохождение думаю вам тоже иногда хочется смотреть назад может быть вы иногда даже меня там как-то критикуете и сидя перед экраном пытаетесь мне внушить что ну что ты назад не смотришь и так редко смотришь давай глянем еще кто там где атакуют откуда там заходит с каких сторон но вот если я включу оригинальный джойстик то эта возможность вообще отпадет не хочется будем как-то выходить из положения вот с этим вот джоин то есть сейчас ну как то вот вот так вот и кстати по моему перед записью этой серии а или нет записью прошлой серии у меня глюкнула memory карточка то есть я захожу в игру в гран туризма вот третья а у меня игра мне такая выдает надпись типом парень а где карточка то вообще ставьте карту памяти я чудо так это шуганулся даже уже ли блин скисла но сделав простое движение вытащив ее снова вставив влага она заработала не знаю может какая-нибудь пыль попала там слот или еще чего не просто ну от долгого безделия она отключилась я не знаю но благо все заработало ну чё говорить сонька уже старая сколько ей лет могут быть небольшие сбои так что не без этого так вот у нас и вторая гонка закончена ух ты вторым пришел наш напарничек mazda mx5 а в этот раз смотрите трена вообще обосрался последний пришел перехвалил его видать прошлый раз но не подходит ему видимо городская трасса так ну что же ребятки последняя осталась гонка последний этап здесь это ой а я что-то думал и прикат хилл извиняюсь это трилл маунтен в обратку мне что-то подумал что и прикат хилл так ну тем лучше трилл маунтен вообще красивейшая трасса одна из самых красивых так ну и возможно здесь уже будет посложнее с ними сражаться там они у нас с вами отставали просто ну с каждым кругом все больше и больше сейчас посмотрим что будет здесь ух ты наглец так вот опять миата тут ага и лидирует также траена что-то срывало медленные связки ух ты а ну-ка иди-ка иди-ка лесом дорогой кстати олесе вы гляньте как блин красиво ну буду я не я если пару слов не скажу хвалебных в адрес местной графики так что конечно красотища мне почему собственно и нравится сейчас эта трасса здесь вот прекрасные битвы виды скалы тут лес свет играет ну блин круто конечно и вот это место тоже четко скоростное ну чисто вот с точки зрения гоночный такой причем оно интересно как прямую сторону так и в обратку но в обратку оно даже несколько сложнее на спуске там тогда получается отрицательные углы наклона в поворотах хотя еще больше как бы пытается вынести физическая сила с трассы здесь тоже красиво еще бы птички пели и вообще можно было в общем тут останавливаться там же кросс озеро в повороте и на рыбалку идти и плевать на эти все гонки это что захотелось мне порыбачить да раз парканулся на трассе с багажничка достал удочку с сапоги и пошел в брод ну ладно шучу конечно как же как же можно бросить гонки это ж практически вся жизнь положена на них адреналин ну в общем то действительно они смотрите преследуют нас в вплотную практически вплотную да я бы даже сказал прям вплотную а не практически смотрите как трейн это подобрался сейчас шиканно это хорошо удалось пройти ага подотстал сразу блин прям в принципе опасно довольно таки стоит где-то ошибиться в конце круга и все так у нас пошел последний круг надо собраться с мыслями и действиями и не допустить проигрыша даже мысли о нем так что то в голову пришло тут статистику недавно читал прошедшего сезона формулы 1 такая минутка формуле вот и любопытный факт такой в этом сезоне произошел я правда о нем так шибко не задумывался но отметил для себя да что действительно так оно и есть это фернандо алонсо впервые в этом сезоне проиграл своему напарнику по очкам ну я не думал что это впервые произошло но я для себя отмечал что батмута алонсо уделал да понятно что они там бились где-то в самом конце и мотивация у них была уй 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 а ну хорошо оторвались в принципе от этого тренчика вот так что вот такая вот любопытная история произошла еще в этом сезоне сезоне. А он впервые слил. Ну, когда они будут биться за титул, надеюсь, что это будет в ближайшие годы. Там, конечно, будет по... Ну, попоказательней, что ли. Что здесь понятное дело, что ни один, ни другой не действовали на 100%. Так, что за машина? И вот она. Да, 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 это Скай. Ха, единственное, я, знаете, что думал? Я думал, что это будет 34-й Скай почему-то. Ну, ладно, 32-й тоже отлично. Это полноценный спортивный Скай, ГТРовский. И вот именно он нам поможет. Во-первых, мы на нем сможем пройти наконец-таки 4-х видовые чемпионаты. Ну, и вообще, эта машина с огромным потенциалом. Да, вот 4-х видовые. Ну, тоже они есть во всех лигах. Так, и давайте теперь такую традицию будем сделаем для себя, что перед тем, как поставить машину в гаражик, мы ее будем начищать, наполировывать, чтобы она у нас в гаражик отправлялась чистенькая и сверкающая. Вот так вот. Ну, а Скай, конечно, это уже очень серьезная тачка. И вот тем более, это Низмовский Скай, то есть еще затюненный малость. Поэтому, поэтому я думаю, он нам послужит. Вот видите, у него аж 400 лошадей уже, то есть он не совсем не стоковый, даже если его сравнивать с ГТРом. Вот. Так, еще что хотел сказать. Еще хотел сказать слова благодарности огромные Алексу Вульфу. Спасибо тебе, друже, что следишь за моим новым бложиком. Он, конечно, еще сейчас совсем такой на ранней стадии. Развиваем его. Вот. И спасибо тебе, что ты принимаешь в этом непосредственное участие. Спасибо тебе, Алекс Вульф. Продолжай в том же духе. Так, ну а сейчас давайте будем прощаться. Всем огромное спасибо, что смотрели. Комментируйте, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть под этим видео, да в принципе под любым видео. Вот. Есть также на канале на основной странице все ссылки. Ну и с вами был, как всегда, Скудер. Всем большое спасибо. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.